здравствуйте арсений селезнев зверовой я хочу показать синдром фламинго в общем такое вот веселое название вот такой цыпленок у него на лапках начали при он плохо ходит из-за того что у него на лапках начали нарастать вот допустим на пальце вот такие вот подушечки дополнительные эти подушечки я беру и аккуратно раздавливаю надо все делать аккуратно так как ну цыплятам тоже больно сейчас попробую показать вам вот в районе ногти значит можно раздавливать руками видно вот коготь вот так вот аккуратно раздавливать руками без фанатизма под разными углами и тогда он разминается и становится его можно будет снять стягивать нельзя потому что это можно вырвать с когтем так где-то там из-за этого им трудно ходить это потому что в одном месте сыра вот в другом месте сухо и там где сухо она налипает на сырое и получается такие вот комочки сами они они от них избавиться не могут петушки курочки допустим взрослые еще могут вот вот снялась такая насадка для для когти с отверстием это аккуратненько надо разминать и сейчас я покажу так это положу здесь и сейчас я покажу то же самое надо разминать вот в районе мягких мягких частей там где подушечки пальца они в нескольких местах в трех местах где-то приблизительно 3 4 так вот надо разминать и тогда она снимается конечно же лучше это все делать двумя руками или чтобы кто-то держал кто-то разминал потому что но одной рукой это довольно сложно вот она уже снялась я как-то пробовал и размачивать и все в общем ставить в воду она не размачивается так быстро это надо долго держать в воде а куры цыплята стоять в воде не любят да наверно никто не любит стоять в воде долго цапли разве что и фламинго так ну вот еще задний на заднем пальце еще чуть-чуть разминаю тоже надо аккуратно делать под 90 градусов сжимать ну в общем таким вот образом так так чуть-чуть осталось ну ка вот все все очистилась снимаем остатки чтобы назад не прилипли и можно будет выпускать первый раз я такой увидел в клетке у меня было у меня там был дно пол клетки не очень да вот еще на большом на большом пальце на когте и в районе него вот все аккуратненько снялось цыпленок дрожит но нет холода давай тебя пущу так плохо ходит и садится из-за этого хуже кушает его могут клевать куры вот как сейчас клюнула курица ну и соответственно замедляется рост молодое растущие молодой растущий организм молода все плохо арсений селезнил зверобой это синдром фламинго то что то что бывает у птенцов фламинго тоже появляется и у нас в основном это когда увлажнение происходит вот как сейчас зимний период такое же происходило у меня с вот такими с цыплят рыже-белым но сейчас уже поправился то есть надо такой уже следить если кто-то садится на лапке то уже значит критично если ходят допустим взрослого петуха это не критично там немножко наросло вот этого белого петуха додо на среднем пальце то это еще не критично немножко там совсем а цыплятам критично даже минимальное количество подписывайтесь на канал арсений селезнил зверобой это был синдром фламинго старайтесь от него избавляться подписывайтесь на канал смотрите обновления пока